Добрый день, уважаемые ребята! Тема нашего урока – оксиды углерода. В конце урока вы должны знать состав оксидов углерода, физические свойства оксидов углерода 2 и 4, химические свойства оксидов углерода, качественную реакцию на оксид углерода 4, получение оксида углерода 4. Вы должны уметь характеризовать состав оксидов углерода 2 и 4, характеризовать физические свойства оксидов углерода, составлять уравнение химических реакций, подтверждающих химические свойства оксидов углерода 2 и 4. В ходе изучения темы мы рассмотрим следующие вопросы. Состав молекул оксидов углерода 2 и 4, физические свойства оксидов углерода 2 и 4, химические свойства оксида углерода 2, химические свойства оксида углерода 4, качественная реакция на оксид углерода 4, Получение оксида углерода-4 в лаборатории. Углерод образует несколько оксидов, из которых важнейшими являются оксид углерода-2, СО, и оксид углерода-4, СО2. Используются и тривиальные названия этих оксидов – СО-угарный газ и СО2-углекислый газ. По качественному составу эти молекулы одинаковы, состоят из атомов углерода и кислорода, но имеют различный количественный состав. Молекула угарного газа СО содержит один атом углерода и один атом кислорода, связанные тройной ковалентной связью. Степени окисления углерода и кислорода соответственно плюс 2 и минус 2. Молекула углекислого газа СО2 состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода. Каждый атом кислорода связан с атомом углерода двойной ковалентной связью. Отсюда валентность атома углерода в углекислом газе 4, а кислорода 2. Степени окисления соответственно равны. Плюс 4 у углерода и минус 2 у кислорода. По физическим свойствам оксиды углерода – это газы без цвета, без запаха. Отличия заключаются в том, что СО немного легче воздуха, плохо растворим в воде. СО2 в полтора раза тяжелее воздуха, мало растворим в воде. Рассчитайте малярные массы угарного и углекислого газов. Сравните их с малярной массой воздуха. Твердый оксид углерода 4 – это снегообразная масса, называется сухим льдом. Более подробную информацию о его применении вы можете найти в дополнительной литературе. СО2 не поддерживает дыхание. Особое внимание обратим на то, что угарный газ СО очень ядовит, так как взаимодействует с ионами железа, входящими в состав гемоглобина крови человека. Оксид углерода 2, попадая в органы дыхания, связывается с гемоглобином, что препятствует переносу кислорода кровью. Недостаток кислорода приводит к поражению центральной нервной системы и головного мозга в частности. Первая помощь пострадавшим при отравлении угарным газом – вдыхание чистого воздуха. Рассмотрим химические свойства угарного газа СО. Он относится к особой группе оксидов, не солеобразующие оксиды. Это значит, что угарный газ не взаимодействует с кислотами, основаниями. Для него не характерны реакции ионного обмена. Для него характерны только окислительно-восстановительные реакции, в которых оксид углерода 2 проявляет свойства восстановителя. Восстановительные свойства обусловлены наличием атома углерода в степени окисления плюс 2, которое в окислительно-восстановительных реакциях повышается до плюс 4 при взаимодействии с окислителями, такими, как кислород или ионы металлов в составе оксидов. При взаимодействии с кислородом угарный газ превращается в углекислый. Рассмотрим в качестве примера взаимодействия оксида углерода 2 с оксидом меди-2. Реакции такого типа могут быть использованы для получения металлов из их оксидов. Как восстановитель, оксид углерода 2 более эффективен, чем уголь С, поскольку в присутствии газа СО больше площадь соприкосновения реагентов. В результате реакции медь восстанавливается, а углерод в составе угарного газа окисляется. СО2, оксид углерода 4, относится к солеобразующим кислотным оксидам. Он участвует в реакциях ионного обмена без изменения степени окисления. По своей природе углекислый газ – типичный кислотный оксид. Он способен вступать в химические реакции с водой, основными оксидами и щелочами. При растворении в воде углекислый газ частично с ней реагирует, образуя неустойчивую угольную кислоту H2CO3. В реакции с основными оксидами образуются карбонаты, соли угольной кислоты. При взаимодействии оксида кальция с оксидом углерода 4 образуется карбонат кальция, кальций СО3. В реакции со щелочами также образуются соли угольной кислоты, карбонаты и вода. При пропускании углекислого газа через раствор гидроксида натрия образуется соль, карбонат натрия и вода. Определите типы химических реакций, представленных на слайде. Один из примеров взаимодействия углерода 4 со щелочью – качественная реакция на углекислый газ. Напомним, что углекислый газ – газ без цвета, без запаха. Как же отличить углекислый газ от множества других газов? Качественным реактивом на углекислый газ является известковая вода – насыщенный раствор гашенной извести, кальций OH дважды. Качественная реакция позволяет обнаружить и доказать, что выделяющийся в реакции газ именно углекислый. Начинаем пропускать углекислый газ через раствор известковой воды. Видим, что вокруг пузырьков газа известковая вода мутнеет. Обнаружение углекислого газа основано на выпадении белого осадка при его взаимодействии с избытком известковой воды кальций OH дважды. Запишем уравнение реакции. Углекислый газ СО2 взаимодействует с известковой водой кальций OH дважды. При этом выпадает белый осадок карбоната кальция кальций СО3 и образуется вода. В лабораторных условиях оксид углерода-4, углекислый газ, получают действием соляной кислоты H-хлор на известняк, основным компонентом которого является карбонат кальция, кальций СО3. Поскольку углекислый газ тяжелее воздуха, его собирают в сосуд, помещенный горлышком вверх. В данном опыте углекислый газ собирают методом вытеснения воздуха из сосуда. Подумайте, почему для собирания оксида углерода-4 не используют метод вытеснения воды? Запишем уравнение химической реакции. При взаимодействии карбоната кальция, кальций СО3 с избытком соляной кислоты H-хлор образуется соль, хлорид кальция, вода и выделяется углекислый газ. Таким образом, изучив тему оксиды углерода, можно сделать выводы. В природе встречаются два оксида углерода. СО, оксид углерода-2 или угарный газ, и СО2, оксид углерода-4 или углекислый газ. Оксиды углерода – это газы без цвета, без запаха. Угарный газ СО – сильный яд. Оксиды углерода-2 и 4 обладают разными химическими свойствами. СО – не солеобразующий оксид, СО2 – солеобразующий кислотный оксид. Реактивом для обнаружения углекислого газа является известковая вода кальций OH дважды. СО2 – солеобразующий кислотный оксид. СО2 – солеобразующий кислотный оксид. СО2 – солей обладают разными химическими свойствами.